Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Лучшая учеба – это практика. Студенты-медики продолжают помогать в борьбе с коронавирусом. Новая схема обмана. Телефоны и мошенники стали использовать номера правоохранительных органов. Мастер своего дела Анатолий Краснов из Батаревского района дарит вторую жизнь музыкальным инструментам. Довольно мощная отепель за сутки растопила 13 сантиметров снега. А сегодня с самого утра на дорогах Чувашии сложная обстановка из-за ледяного дождя. На этих кадрах видно, как ранним утром троллейбус пытался подняться в гору на улице Гузовского в столице республики. Видео ускорено. Еще один пример. Дорожники поднимаются в горку на Финской долине задним ходом, чтобы обработать проезжую часть. На табло 5.50 утра. Шлифовали фуры и в районе Лапсар. А на проспекте Яковлева в районе улицы Никитина этим утром произошло ДТП с участием бензовоза, из-за чего собралась пробка в сторону въезда в город. Ближе к 9 утра проезжую часть посыпали реагентами и машины смогли свободно двигаться. На пешеходных дорожках настоящий каток. По данным метеостанции, переохлажденный дождь с Чебоксара прошел с 5.30 до половины восьмого утра. Так, на дорогах Чувашской республики за минувшие сутки произошло более 30 дорожных транспортных путешествий, из которых более 20 в городе Чебоксары. Предварительной причиной многих аварий стало именно образование наледи на проезжей части. ГИБДД Чувашия информирует всех автомобилистов о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима с учетом метеорологических условий. Ну а также пешеходам необходимо быть более осторожным при переходе проезжей части и внимательно смотреть по сторонам. Впереди февраль, несмотря на то, что это самый короткий месяц года, от него можно ожидать чего угодно. Впереди нас еще ждут обильные снегопады и морозы. 30 градусных температур, скорее всего, уже не будет, но минус 25 еще вполне возможны. А начнется февраль с выхода южного циклона. Что это такое, многие автомобилисты испытали на себе. Снег, метель, снежные заносы на дорогах. Такие погодные условия могут повториться 1-2 февраля. Затем осадки прекратятся и ударят морозы. Скорее всего, самые холодные дни придутся именно на первую декаду месяца. А вот ближе к 20 числу, возможно, отцепель. В целом, предстоящий месяц ожидается на 1-2 градуса теплее обычного. С количеством осадков меньше климатической нормы. Юлия Важенина, Георгий Кривошеин, Республика. Жилой комплекс «Гагаринский» признан проблемным объектом. Об этом сообщает портал Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя России. Жилой комплекс строится в Чебоксарах на пересечении улиц Гагарина и Мопро. Застройщик компании «Альянс недвижимость» нарушил сроки передачи объекта долевикам более чем на 6 месяцев. Сейчас готовность дома на уровне 40%. Планировалось, что здесь будет 130 квартир. На 85 из них уже заключены договоры долевого участия. Первый подъезд должен был быть достроен год назад, но в нем до сих пор не подняты стены. Дольщики ежедневно следили за ходом стройки, привлекали к решению проблемы Министерства строительства Чуваши, прокуратуру Калининского района столицы. Застройщик постоянно находил новые причины своего бездействия на объекте. Летом задержку он объяснил отсутствием рабочих рук из-за пандемии, осенью тем, что все силы брошены на достройку объекта в Новочебоксарске. Напомним, проблемные объекты компании «Альянс недвижимость» строятся еще по старой схеме, без использования экс-роу-счетов, что не позволяет контролировать ход работ. Напомним, в декабре 2020 года в отношении директора строительной фирмы Алексея Фортученко возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Средства, полученные от дольщиков, направлены на нужды, не связанные со строительством дома. Мы не раз рассказывали и показывали, как мошенники представляются работниками банков, выманивают реквизиты электронных карт, а затем опустошают счета граждан. Сейчас преступники усложнили схему обмана. В ход пошли официальные номера телефонов правоохранительных органов. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Пчувашия. В данном случае, так как перевод вы не совершали, я дектировал с вашей славой карты банка при вас. Практически каждому из нас поступали звонки от якобы сотрудников банка. Уверенным голосом они сообщали, что кто-то пытается снять деньги с нашего счета или несанкционированно оформить кредит. Как правило, звонки поступали с телефонных номеров с кодом города Москва. 495 или 499. Ко мне позвонили, сказали, что на меня оформят кредит. Это мошенники. Завладить моими денежными средствами. Сказали, нужно перевезти на виртуальную карту. Многие из граждан уже предупреждены о подобных ситуациях и прямо говорят звонившим о своих подозрениях. Я им говорила, я говорю, вы, наверное, мошенники. Я сначала не верила. Мы с ними почти два часа разговаривала с ним. Но мошенники придумывают новые схемы обмана. В разговор подключаются лжесотрудники правоохранительных органов. Причем технологии, стоящие на страже криминала, позволяют звонить своим жертвам с телефонов, зарегистрированных на реальных представителей силовых структур. МВД напоминает, что с развитием интернет-технологий появились программы, позволяющие совершить звонок с использованием замены номера на абсолютно любую комбинацию цифр. Как короткий номер банка, так и любой абонентский номер любой организации, в том числе правоохранительных органов и банковских организаций. Стоит в очередной раз напомнить простое правило. Никому и ни под какими предлогами не называйте реквизиты банковской карты. Ее номер, секретный трехзначный код и СМС-пароли. Если вас просят перевести деньги на безопасный счет, это мошенники. В случае сомнений обратитесь по телефону горячей линии, указанному на обратной стороне карты. В социальных сетях вновь призывают детей к участию в различных акциях. В очередном приглашении выйти на прогулку звучит дата 31 января. Уполномоченный по правам ребенков Чуваша Алифтина Федорова педагоги и родительский актив просят очень внимательно отнестись к такого рода приглашениям. В последнее время в разных социальных сетях появились призывы к детям выйти на прогулку. Очередная такая акция запланирована на ближайшие выходные 31 января. Уважаемые родители, дети, я хочу напомнить, что любое публичное мероприятие, массовое публичное мероприятие, которое носит протестный характер, он должен быть организован в соответствии с действующим законодательством. Организаторы данного мероприятия на сегодняшний день не обратились в органы власти, не было с их стороны заявления, и поэтому данное мероприятие является несанкционированным, является незаконным. Организаторы мероприятия это прекрасно понимают и в то же время призывают детей. Это, конечно, негуманно. Манипулируя таким образом детьми, проводят такие мероприятия. Хочу напомнить, что в соответствии с административным кодексом предусмотрено ответственно за участие в таких мероприятиях. Это штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательная работа. В то же время я хочу сказать, что участники мероприятия, независимо от того, сколько им лет, то есть если они несовершеннолетние, они тоже привлекаются к ответственности. Если участвуют несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, привлекаются к ответственности родители и обязательно будут поставлены на учет. Таким образом вы можете негативно повлиять на свое будущее. Я мама двоих детей и я возмущена тем, что наших детей, которые не понимают, что это такое, призывают, агитируют участвовать в митинге. Каждый родитель должен понимать, что это бесследно не пройдет, и детей могут привлечь к ответственности. Уважаемые родители, берегите своих детей, защитите своих детей, объясните им, что не нужно участвовать в таких мероприятиях. Студенты-медики ЧГУ имени Ульянова продолжают помогать в борьбе с коронавирусом. Молодые люди работают в скорой помощи, стационарах и на горячей линии. Конечно, совмещать учебу и работу непросто, но это не пугает будущих медиков. Они хотят помочь врачам и набраться опыта. Алексей Шептухин учится на шестом курсе. Попробовать себя в качестве медбрата решил еще летом. Считает, что напряженная работа в скорой закаливает характер. В ЗОВА продолжают поступать, причем практически в таком же количестве, даже больше. И люди все еще продолжают падать, люди все еще продолжают, к сожалению, погибать, возможно, и так далее. Везде нужна помощь скорая. И из-за того, что появилась новая эпидемиологическая ситуация, так получается, что периодически приходится просто надевать костюмы и продолжать оказывать, как обычно. Алена Блинова помогает в колл-центре. Работа сменная. Я работаю оператором на горячей линии Министерства здравоохранения, отвечая на звонки, которые касаются ковидных вопросов. К нам звонят пациенты для того, чтобы узнать, что делать при тех или иных ситуациях. Например, что делать при появлении симптомов, куда обращаться на вакцинацию. Сейчас продолжаю работать, послезавтра выхожу на смену. На встрече с депутатом Государственной Думы Аленой Аршиновой ребята рассказали о своей работе и первых впечатлениях. Многие из вас работают именно в красных зонах. И это решительность, это какая-то непоколебимость, потому что люди, которые еще не успели окунуться в систему здравоохранения, не зная, мало что зная об этом вирусе, фактически вы просто подтвердили еще раз свой выбор, когда пошли помогать людям. Затронули и вопрос возвращения на учебу в аудитории. Очные занятия начнутся в университете 8 февраля. Ректор ЧГУ Андрей Александров пообещал пойти навстречу работающим студентам. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. IT-кластер Чувашия поддержит победителей всероссийского конкурса IT-RING. Участники смогут показать свои разработки представителям ведущей компании в сфере информационных технологий, преподавателям ЧГУ и получить на них рецензию. Конкурс IT-RING проходит в пятый раз. Его участники – учащиеся в 8-11 классах школ, гимназии, лицеев, техникумов и колледжей. Направление конкурса – разработка сайтов и мобильных приложений, компьютерная графика и анимация, программирование и робототехника. Прием конкурсных работ завершится 10 апреля. В прошлом году на IT-RING были представлены 63 работы из разных городов России. По его итогам, 12 победителей получили дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на факультет информатики и вычислительной техники Чувашского государственного университета, а также дополнительную стипендию. На базе предприятий управления отходами появится питомник по разведению хищных птиц. Уже сейчас соколы и ястреби охраняют полигон от непрошенных гостей. Отпугивают ворон, галок, чаек одним только своим видом. А это просто необходимо, чтобы мелкие птицы не копались в мусоре и не мешали работе предприятия. Как в целом работает полигон по сортировке твердых коммунальных отходов и в каких направлениях планирует развиваться, посмотрели сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания. Там прошло выездное заседание комиссии по экологии и охране окружающей среды. Через этот пропускной пункт ежедневно на полигон из Чебоксар поступает около 400 тонн мусора. Прямо на входе автоматизированная система взвешивает твердые коммунальные отходы и проверяет машины на наличие опасных веществ. Два последних случая. Это позапрошлом году к нам завезли радиоактивные отходы. Мы определили сразу вызвать все спецслужбы. Было превышение больше, чем в 400 раз. И эту проблему совместно с республикой мы решали. Оказалось, отходы от медицинского учреждения, которые должны отставиться в другом месте. И второй случай был, по-моему, в прошлом году. Это превышение было в 8 раз. Тоже, когда разобрались, оказалось, что во время ремонта кто-то выкинул в мусорный контейнер, соответственно, попало в машину мусоровоз. Это часы 73-го года с датой дарственной. Превышение было 8 раз. Но даже такие вещи мы определяем сразу. Утилизировать медицинские, химические, фармацевтические, биологические, электрические отходы должны специализированные предприятия. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в каждом муниципалитете нужно создать экотехнопарк. В Чебоксарах у нас уже имеется частный экотехнопарк, где происходит утилизация и переработка опасных отходов. Частный экотехнопарк у нас существует на базе уже существующей НПО «Экология». Это очень важно для экологической обстановки в городе и в республике. А все, что не опасно и относится к твердым коммунальным отходам, мусоровозы разгружают на предприятия управления отходами. И начинается сортировка. Разделяют мусор на 25 видов вторсырья. Пластиковые бутылки, картон, стекло, полиэтилен. Все отправляется на вторичную переработку. Что интересно, пластиковые емкости сортируют даже по цвету и содержимому, которое в них находилось. Вырученные от вторсырья средства помогают закрывать часть производственных затрат. Тем самым сокращается и стоимость услуги по обращению с ТКО для населения. Все, что на переработку, не отправляется. Так называемые «хвосты» прессуют в брикеты и отправляют на хранение филиал предприятия в Новочебоксарске. В перспективе управления отходами планируют обновить оборудование, технику и привести их в соответствие с изменяющимися требованиями законодательства. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Сделать чуваши узнаваемой. Такую задачу ставит перед собой правительство. Сделать это можно в том числе и с помощью бренда. На самом деле дизайнеры-архитекторы давно работают в этом направлении. Сложилась уже определенная история. Специалисты помнят и девушку в национальном костюме, и стилизованное зеленое дерево, и букву Ч, и даже разноцветный круг. В том или ином варианте эти символы пытались задействовать на рынке. Кстати, такая же работа идет во многих регионах страны. Главная задача – создать яркий, запоминающийся и понятный всем знак. В последний год показал, что потенциал в сфере развития внутреннего туризма очень велик. И все регионы на сегодняшний день включились как раз в работу по привлечению туристов. На сегодняшний день туризм, как одна из отраслей экономики, требует все-таки маркетингового подхода к своему развитию. Поэтому брендинг территории на сегодняшний день является неотъемлемой частью вообще любого процесса продвижения продукта. Основная задача разработчиков – показать ключевые преимущества нашего региона. Ответить на вопрос, почему обязательно нужно посетить Чувашию. Цветовая гамма и какой-то уголочек, значочек, что на коробке, что на баннере, что на бутылке с пивом, что на тракторе, имела общую в принципе узнаваемость. Он не должен быть копироваться, но иметь некий тренд узнаваемости. Для того, чтобы выбрать главный символ региона, подобные творческие неформальные обсуждения будут проходить до конца весны. Далее специальная комиссия утвердит окончательный вариант. Ольга Семенова, Павел Оридков, Республика. Служба занятости Чувашии уже 27 лет организует ярмарки-вакансии. Годы доказали эффективность такого формата. Только столичные ярмарки-вакансии посетили около 60 тысяч граждан, заинтересованных в поиске или смене работы. Работодатель и соискатель здесь лицом к лицу. Одна сторона получает точную и конкретную информацию о предлагаемой работе, условиях трудоустройства, перспективах профессионального роста. Другая заявляет о себе, представляет предприятие, знакомится с соискателем и выбирает будущего сотрудника. Сегодня в условиях пандемии наиболее сложной ситуации оказалась молодежь без опыта работы. Ведь, как правило, работодатели отдают предпочтение профессионалам. Поэтому в этом году мы особенно чутко реагируем на запросы молодежи, а также продолжаем поиск новых форм содействия их занятости. Ярмарки вакансий – это регулярные, тщательно подготовленные встречи работодателей с потенциальными кандидатами, которые желают работать и зарабатывать. Как правило, на ярмарке вакансий обе стороны заинтересованы друг к другу, поэтому общение проходит в атмосфере полного доверия. Организатор подобных ярмарок вакансий – Центр занятости. Учитывает специфику рынка. Он готов подготовить отраслевую встречу для предприятий определенной отрасли, тематическую – для граждан определенных категорий, выездную – на территории предприятия, специализированную – в колониях, профессиональную – для работодателей, которые ищут работников определенных специальностей и другие. Со столичным центром занятости мы сотрудничаем 6 лет в плане проведения ярмарок вакансий. Это отличная возможность презентовать нужную вакансию сразу большому количеству соискателей, собрать анкеты и резюме, и по итогам презентации провести собеседование с заинтересованными кандидатами. Ярмарка вакансий открыта для всех. При этом неважно, есть ли регистрация в качестве безработного или нет. Это отличный шанс для молодых людей, вступающих на рынок труда, для приобретения профессионального опыта, новых контактов и уверенности в себе. На данный момент я нахожусь в поисках работы. О ярмарке вакансий я узнала на сайте центра занятости. У меня есть уже опыт работы в колл-центре банка, поэтому я пришла просмотреть к работодателю, узнать о уровне зародной платы и об условиях труда. Если требуется ощутимо укомплектовать штат, свою ярмарку вакансий может организовать каждый работодатель. Для этого достаточно подать заявку в центре занятости. Инесса Потапова, Павел Иритков, Республика. Мастер своего дела и редкий специалист так в Батарево отзывается об Анатолии Краснове. Вот уже много лет он дарит вторую жизнь музыкальным инструментам. Анатолий Владимирович играет на гармонии с 7 лет. И ему, как и большинству детей, всегда было интересно. А что там внутри? Внутри инструмента. Любопытство оказалось непраздным. Мастер раскрыл секрет и теперь чинит инструменты сам. Главное, считает он, не поранит душу гармонии или баяна. Помогает и другим. Приезжают со всей республики. Знают, что он поможет справиться с любой поломкой. Ну, бережно относиться к инструменту. Ну, нельзя дергать. Раскределение надо делать. Температуру держим надо соблюдать. Всю жизнь после окончания музыкального училища имени Федора Павлова Анатолий Краснов проработал аккомпаниатором в Батаревском районном Доме культуры. Руководил народным ансамблем песни и танца. Был строгим руководителем. Мы не старались опаздывать на его занятия. То есть у нас был женский квартет, женский ансамбль, вокальный ансамбль. И мы пели вживую, свои партии учили. Вот он и, не дай бог, 10 часов ровно не сидим был. Сразу видим, что он уже недовольный его вид. Уже мы думали, что сегодня мы чем-то его обидели. На следующий день надо вовремя приходить на занятия. Правильно, результаты были. Благодаря устойчивости, усидчивости и его, и нас. Свой дом Анатолий Владимирович давно уже превратил в мастерскую. Здесь есть все необходимое. Шуруповерты, отвертки, специальный тюнер для настройки. Вместе с ним, а главное с музыкой, прекрасно уживаются семеро котов. Душевная атмосфера, по мнению мастера, очень помогает в работе. Екатерина Шиверова, Регина Кубайкина, Александр Отяков, Республика. Это были главные новости четверга, 28 января. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин